И еще Instagram. Итак, мои друзья, мы уже здесь, Бата, ты тоже, да, подключаешься, все, мы на Instagram, на Facebook еще раз, всем добрый вечер. Сегодня тема, я вот так, ну, здравствуй, Бата, тоже. Тише едешь, людей меньше начмешиваешь. Я так смешивал две разных поговорки, я еще на польском одно вспомнил такую, только она так не переводится. Насчет пути, когда человек сокращает путь, то он домой не возвращается. Но у нас это вот такой срывно, красиво звучит. Да, с рифмой. Да, но смотри, ну вот об этом я хочу вот так и намекнуть, что сегодня пойдет речь, что мы хотим в жизни сократить свой путь, чтобы хотим где-то по жизни, везде нам торопиться, хотим побыстрее добраться. Но иногда это очень вредно для нас. Кто сокращает путь, домой может уже не вернуться. Кто путь сокращает, то домой не возвращает. Ся. Ся. Он будет действовать, поэтому мы, наверное, следуя нашей голове, скажем так, мы тоже пытаемся очень часто выбрать самый быстрый и самый короткий путь. Ну, то есть он ищет удобного пути, чтобы как меньше потратить в какой-то физической деятельности, как можно меньше энергии, калорий. То есть мозг всегда так делает. Ищет короткий путь, удобный, лучше сесть, чем стоять и вот так далее, и так далее. Ну, кроме этого, наш мозг тоже так работает, то есть он не напрягается, если идут какие-то головоломки. Но мы сознательно можем его задействовать. Вот почему это так? Откуда эта поговорка, что человек, если сокращает дорогу, домой не возвращается? Потому что что случается тогда? У тебя есть на главные примеры? Ну, например, можно идти, вместо того, чтобы по дороге, идти через лес. А в лесу мало ли что может случиться, да? Бандиты. Допустим. Или грязь. Да, хотя эта дорога покороче, но мы можем попасть в неприятности. Ну, вот так есть какой-то определенный официальный путь. Ну, это для машины, для пешком, когда идем. Ну, все знают, что есть тоже иногда такие короткие пучи. Но они всегда могут быть для нас опасными. О, знаешь, я вспомнила, извини, про короткий путь. Я помню, когда мы жили в Приморском крае, во Владивостоке. И там, помнишь, всегда не было пешеходных переходов таких нормальных, как у нас, да? Вот зебра. Только воздушные. И надо было подняться по ступенькам довольно высоко, пройти по этому мосту и спуститься потом с другой стороны дороги. И хуже всего было зимой, когда эти ступеньки были завалены снегом или обледеневшие, и очень трудно было забраться. И просто меня ужас охватывал, когда я видела, как пожилые женщины пытались себе сократить дорогу, переходя через улицу. Там на этих ступеньках ведь же лёд образовался, никто его не убрал. Можно было всё себе, молодому человеку всё переломать на этих ступеньках. И вот это как раз была ситуация, когда человек пытается сокращать путь, но, к сожалению, это очень опасная форма сокращения пути. И довольно часто это заканчивалось печально, кстати, да? Потому что было много аварий со смертельным исходом пешехода, к сожалению. Да, в Владивостоке больше машин на душу населения, чем в других городах России, чем в Петербурге, я помню, намного больше машин. И скорость, и там просто они не останавливаются, когда видят человека, даже на переходе они нажимают газ и сигналят, что надо убегать. Это очень опасно было. Да, покойники там валялись снега днем. Ну вот сокращать путь. И вот по этому смыслу я вижу много таких жизненных ситуаций. Это касается добычи денег, зарабатывания денег, да? Потому что там тоже хочется всегда все быстро и как можно больше. Потом есть тоже этот момент, когда мы принимаем решения. Ну и это связано с нашими отношениями, например, да? Между... Ну, даже когда брак создаем и так далее, там тоже можно поспешить, поторопиться. Да. Но и вообще такой смысл, если речь идет о здоровье, о наше будущее, то все люди, которые хотят все быстро получить сегодня, им очень торопиться, они получают худший вариант жизни. То есть это жизнь худшего качества для тех, которые спешат по жизни, которым хочется все сразу. Они хотят десерт, прямо начиная свою жизнь. Вот так. Да. Это люди молодые, например, которые начинают гулять за незаработанные деньги. Они хотят наслаждаться жизнью и они еще не успели на это заработать. Вместо того, чтобы учиться, например, и строить себе в будущем хорошую жизнь. То вот есть такое, знаешь, высказывание в Библии, давайте кушать, будем есть, пить, потому что завтра умрем. То есть пока есть возможность, пока я живой, надо наслаждаться жизнью. Но, ну как, ну это правильно. С одной стороны мы говорили о том, что нужно жить сегодняшним деньом, быть здесь и сейчас. То есть вкушать жизнь – это одно. Но смысл сегодняшней темы – это так тратить сегодняшнее время, чтобы строить хорошее будущее, а не его разрушать. Я сейчас в этот же момент подумала про то, что люди как раз и неправильно понимают эту фразу «жить сегодняшним днем». Потому что как раз наоборот, она заставляет замедлить. Потому что если ты правильно это понимаешь, то ты начинаешь то, что мы говорили в эфире про внимание, внимать всему, что происходит с тобой в этот день, прислушиваться к себе. И это требует замедлить темп жизни, да, не спешить так, чтобы все это видеть, чтобы все это замечать, чтобы все это почувствовать. И это еще тоже заставляет, чтобы мы задумывались над своими шагами. То есть опять же это заставляет человека делать что-то медленнее. Потому что если ты делаешь что-то на автомате, то, естественно, это очень быстро происходит. Да, ты уже не задумываешься. Но если мы размышляем и принимаем осознанные решения, то тогда это происходит медленнее. Наслаждаться сегодняшним днем так, не так, что как будто… Но учитывая, что будущее тоже наступит. Это не на самом деле буквально последний день нашей жизни. Но знаешь, мне хочется вспомнить опыт, который был проведен на детях. Это такой, хотя звучит на детях, но он на самом деле очень красивый опыт, такой безопасный, вкусный. Да, интересный. Да, да, и он покажет нам смысл, как мы должны жить и от чего зависит успешность в жизни. Извини, я бы сказала эксперимент вместо опыта. Это звучит более красиво. Эксперимент на детях, который был проведен. Ну, короче, в одном помещении детям закрывали их помещение и на столе ставили перед ребенком вкусный кусок пирога. Ну, пирога, торта, не знаю, это не суть. Но с такой информацией, если ты можешь его сразу съесть, но если ты подождешь полчаса, ты получишь второй такой большой кусок торта. Ну, и решение оставляли детям. И такой был опыт проведен с группой детей, с группой людей, да. И в большинстве случаев дети съедали вот это сразу. То есть они смотрели, они пытались ждать. Ну, минута, две, пять минут. И они смотрели на этот кусок торта, конечно, слюнки и съедали. Но некоторые, несколько детей, они дождались вот этого полчаса и получили второй кусок вот этого пирога торта. И потом, потому что это опыт чем интересный, что спустя десятки лет, это было давно уже сделано, ученые там, наблюдатели за этим экспериментом, они проверили, как живут эти дети. Оказалось, все те, кто подождал второй кусок торта, которые умели владеть собой, они подождали. Ради вот того, чтобы получить в два раза больше, они решили подождать. Они жили намного лучше. То есть, кто там может быть делает? Играйте. Они получили, то есть, вот эти дети, которые, они, оказалось, что они были успешными по жизни. Они, ну, были богатыми и так далее, образованными, обеспеченными, вот так я скажу. А вот большинство, которые съедали сразу этот кусок торта, не дождавшись второго, то есть это были люди, ну, большинство, которые, ну, не умели устроить себя в жизни, обеспечить себя. Вот чем интересен этот пример, что, ну, вот, что это дети и потом люди, которые вот с таким умением делать что-то сегодня ради будущих результатов. Это пример бизнесмена, то есть это человек, это ума этого ребенка, такого будущего бизнесмена, когда он вкладывает в свое будущее. Это инвестиция. Это инвестиция, то, чтобы умножилось ему что-то в материальном плане, да, или потом, чтобы наслаждаться в будущем, сегодня я буду сдержанным. Это очень хороший жизненный принцип. К сожалению, многие на это не способны. Ну, вот сейчас я вот раскрываю такой очень важный ключ к успешной жизни. Что он там делает? Простите нас, пожалуйста. Это просто что-то экстраординарное. Возмущается Магнус там. Ему не хватает терпения просто. Ну, что ж, вернемся сейчас к этому принципу и к разным жизненным ситуациям, которые, в которых он применим. То есть я сперва сказал о том, что это в бизнесе или в рабочем. Вот такой человек, например, он будет приобретать хорошее образование ради того, чтобы потом этими знаниями воспользоваться. Это один из случаев, да. Такой человек, например, будет работать на таких работах, где зарплата не сразу поступает. Это люди будут в деревне, которые ухаживают за урожаем полгода и только тогда получают результаты, да. И потом осень, например, ждут результаты. Они работают несколько месяцев бесплатно. Или, например, я восхищаюсь людьми, которые выращивают деревья, я уже это говорил когда-то, которые несколько десятков лет растут, не приносят плодов. То есть это такой и есть вид деревьев, которые плоды приносят спустя 40 лет. То есть приходится ухаживать за этим деревом, ждать 40 лет, пока ты получишь первые плоды. То есть вот этот смысл, что люди готовы работать ради будущей зарплаты. А вот есть такие, которым хочется сразу. И чем более короткий путь, тем короткий путь зарабатывания денег, тем он более опасный для нас. То есть там нет никаких гаранций. Скажи, вот, конечно, эти примеры с терпением в отношении выращивания каких-то деревьев, получения плодов. Но, допустим, человек, он должен себя обеспечивать сейчас, да. То есть ему хочется заплатить за квартиру вовремя, купить еды, да. А вот как это имеет отношение вот к такому виду, скажем так, жизни и деятельности, рабочей деятельности? Как вот это все согласовать? Даже когда немного денег есть, то необязательно все вот прямо проедать. То есть люди покупают себе, например, там одежду, мало зарабатывают, то покупают качественную одежду. Или качественные какие-то оборудования. Помню такой случай, когда там человек поехал на заграницу, работал там месяц-два, заработал хорошие деньги, вернулся и купил себе телевизор, там еще вот такой оборудование для дома, где он потом будет сидеть и смотреть в него и просто в пустую тратить время. А вместо того, чтобы купить какой-то инструмент, мужчина, который мог бы работать, я не знаю, без пива, из-за которой он потом сможет обеспечивать себя. То есть вот эта ситуация, где человек заработанные деньги проедает, а мог бы. Даже когда у них чуть-чуть больше появляется, он мог бы подумать, куда их вложить. То есть есть люди, которые не знают, как инвестировать. То есть можно каждый месяц там даже 1% или там 10% зарплаты инвестировать. Есть такие возможности. Но если человек даже в этом не разбирается, то вот даже таким простым образом он может копилку откладывать. Это уже способ для того, чтобы потом в трудной ситуации было с чего взять. Например, там кто-то заболел, не нужно в долг брать денег. Или там какой-то там холодильник сломался, лампочка не горит. Можно новый взять, потому что накопилось в деньги, накопились уже в копилке. И не нужно тоже в кредит брать холодильника. То есть вот в этих ситуациях, смотри, люди, которые в состоянии, вот не доесть, скажем, но не купить себе там все, что хочется, а вот 10% зарплаты в копилочку там на всякий случай. Они потом из-за этой мелочи, это такая мелочь, но они уже, когда что-то приближается, какая-то ситуация, они не будут в таком кризисе, что они на ноль у них денег. Им придется ходить и просить других. Это вот эта практичная мудрость такая. Даже когда зарплата небольшая. Ну да, согласна. Но ты говорил тоже о жизни и отношениях между людьми и развлечениях. Вот как этот принцип можно применить? Да еще, но я бы еще к деньгам вернулся. Ой-ой. Не, что вот самые короткие деньги, самые быстрые. Знаешь, это, например, когда я размышлял об этом, это дневная зарплата. Есть люди, которые хотят сразу за один день получить зарплату. То есть там никакого договора нет. То есть человек, он может пострадать, там, поломать руку на этой рабочей. Никто о нем не позаботится. Это самые плохие виды работы, когда очень быстро получаешь деньги. Когда у тебя через месяц зарплата, возможно, тогда подписанный контракт есть. То есть вот это уже в ситуации видно. Чем ты быстрее получаешь деньги, тем хуже. А самый быстрый способ, где можно прямо там миллион заработать, это игра в покер на деньги. Но это очень рискованно. Это же еще азартные игры. То получается одно движение, и ты можешь уже что-то заработать. Вкладываешь копейку, а получаешь сто и в тысячу раз больше. Но это очень рискованно. Это на самом деле типичная ловушка. Если люди в это верят, что они могут так быстро заработать деньги, это ловушка. Если кто-нибудь нам говорит, слушай, у меня тут такой бизнес, можно быстро и легко заработать деньги. Так мы должны вот сразу говорить, до свидания, мне это не нужно, потому что это ловушки. А нам хочется, люди, знаешь... Ну вот почему именно это срабатывает в многих случаях? Ну смотри, это у этих, которые живут мечтами, что вдруг у них так вот что-то появится, вот просто так, что это возможно. Которые мечтают о такой жизни, что вдруг улыбнется судьба, я не знаю. Это очень наивные люди, доверчивые. Но практика... Вот, например, я уверен, что люди, которые работают в деревне, полгода там, например, выращивают что-то, что они не занимаются азартными играми. У них, с моей точки зрения, наверное, это не присутствует. Они осознают, что нужно работать, чтобы... И причем иногда не один год, чтобы что-то получать потом в будущем. Тут интересный комментарий, что есть очень актуальный принцип в бизнесе. Еще не получив деньги, не тратить. Действительно, очень-очень хороший совет. Действительно, лучше не тратить деньги, которых у нас еще нет. А я думаю, что сегодняшняя система вообще именно так построена. Все виды кредитов, купи сейчас, заплати позже, да. То есть у тебя денег нет, но ты можешь что-то получить уже сейчас. И это большая ловушка. Да, и это действительно большая ловушка, потому что мы действительно попадаемся в вот эту петлю нескончаемых долгов, да, выплачивания. Ситуация экономическая меняет. Через 10-15 лет у нас ситуация, она не лучше, а ухудшает. Нам только кажется, что у нас будет столько силы энергии, как сегодня. А потом становится все труднее и труднее. Приходится работать с утра до вечера. Кстати, вот, например, вчера ночью в нашем городе опять ввели карантин. Казалось бы, все уже возвращалось к нормальной жизни. Да, люди вот уже радовались, что вот работа. Объявляли, что открывают спортзалы. Да. А сейчас опять все сидим дома и не знаем, что будет дальше, потому что так неожиданно все случилось. Раз и все. Поэтому, на самом деле, сейчас нет гарантии, что вот буквально за ночь не произойдут какие-то изменения. И даже у людей, у которых есть, допустим, работа, может быть, какие-то деньги, вдруг они могут потерять свою ценность, да, или что-то в этом роде. Поэтому действительно нужно тоже об этом думать. Да. Есть такой тоже принцип Библии. Никому ничего не будьте должны. Ну, кроме любви, так сказано. Точно. Но это касается тоже кредитов. Но есть единственный такой момент, где я могу понимать кредиты, но это на развитие бизнеса, а не на квартире, на машине, на проедание, на то, чтобы жить за счет этого. И то просто я вижу, что это на развитие какого-то бизнеса, на вложение. Но это может иметь смысл в западных странах, когда очень низкий процент есть на бизнес. И это нужно быть уже хорошим опытным бизнесменом, что ты берешь и делаешь оборот, покупаешь, не знаю, материалы или товары за деньги, и ты можешь сразу рассчитывать все, что через месяц уже это будет возвращаться, будет работать на себя вот этот кредит. Но это на самом деле очень... И тоже не всегда. Да. Ну да, потому что эта вещь всегда будет риск. Ну что ж... Да. То есть мы про деньги вот закончили, примерно так, да? Что короткий путь, есть очень много вариантов быстро заработать деньги, но это очень плохие варианты, то есть это непрактично. Мы должны учиться по жизни инвестировать, делать что-то сегодня, чтобы в будущем получать побольше, чтобы вот строить свое будущее, вот так. Да, согласен. Но сейчас другие области жизни, где этот момент, тише едешь, никого не слышишь. Это, например, что... Про отношения поговорим, да? Про отношения, что, например, мне приходится сразу в голову, когда люди иногда торопятся, они там обрыли друг друга. Они ехали в трамвае вместе, и потом вышли из трамвая, они обрыли друг друга, они решили пожениться очень быстро. Это очень рискованно. Это тоже вот такой короткий путь, где можно разрушить себе жизнь. Они не строят тогда, нет у них самообладания, я бы так сказал, ради хорошей будущей жизни. А раз я так намекнул, я скажу, что когда у людей нет обладания в этой инстинктивной жизни, так они потом тоже страдают разными заболеваниями. Как они называют эти заболевания? Генерические. Точно. Но не только, потому что многие говорят, ну ладно, у меня ничего такого не случилось, и у людей, которых я знаю, тоже ничего не случилось. Но, по крайней мере, разочарование или потом... По крайней мере, будем вот так здороваться. Или потеря уважения к себе, потому что я не считаю, что люди, которые чувствуют или считают, что в этом плане можно себя вести очень свободно, и как только захочется, то они на самом деле счастливы. Скорее всего, это не так. То есть в интимной жизни это тоже так работает. Люди, которые хотят наслаждаться сегодня, прямо сейчас, они могут этого добиваться. Это порнография, это вот бездрастность каждого дня, каждой ночи, и потом тоже заболевания, разрушенная, не знаю, психика, разрушенная семейная жизнь, и так далее. То есть здесь тоже мы видим, что существует возможность проявлять самообладание ради того, как и в бизнесе, ради будущей счастливой жизни. Вот есть возможность планировать отношения серьезные с женщиной, с женой, быть сдержанным, уверенным, если они вдвоем так ведут себя, проявляют самообладание, но это гарантия того, что это люди серьезные, что они не шучат с жизнью. Вот так. Вот люди, которые вступают в половые отношения очень рано, они должны всегда учитывать, что может родиться ребенок, они же к этому не готовы. Потом появляется вопрос аборта и так далее. Для меня это ужас. Я, конечно, когда был молодой, может, об этом не думал глубоко, но на самом деле это так и есть. То есть люди не думают о последствиях, они хотят получать удовольствие сегодня. Вот смысл жизни нашего поколения, нашего времени, как можно быстрее получать и больше удовольствия, не задумываясь о том, какие будут последствия завтра. Ну да. К сожалению, эти последствия будут. Мы хотим этого или нет. И как бы мы не представляли себе, как все будет хорошо, но, к сожалению, это не всегда так, да? Ну да, и поэтому появляются потом эти виды развлечения очень тоже вредные, но очень приятные. Например, там LSD, не знаю, я так сейчас похвастаюсь, хотя бы хочу похвастаться, что какое-то название знаю, но их есть много, конечно, всяких там наркотиков. сейчас уже такие, которые вообще появляются ниоткуда, с новыми названиями и быстрее, чем другие, дают вот этот кайф, да? Но и быстрее, чем другие, разрушают здоровье и жизнь человека, к сожалению. сегодня, как человек плохо себя чувствует, он может принять таблетку, глоток жидкости употребить внутрь и почувствовать радость на сердце. Но все это потом несет свои последствия. То есть человек, который так решает свои проблемы при помощи внешних каких-то вот вмешательств, таких-то химических веществ, объяснил, то он разрушает свое здоровье, он попадает в зависимость. Но человек мог бы справиться со своими эмоциональными проблемами, если бы он, например, но потрудился немного. То есть это тоже достигается, но нужно подождать, нужно иметь, быть готовым, смотри, то, как с этим ребенком и с этим пирогом, тортом. Нужно немножко подчерпеть, то есть также испытывать некоторого рода страдания, быть голодным некоторое время, смотреть передо мной, что-то есть доступное, но я буду сдержан, мне хочется, щенки текут, но я буду голодный ждать, зато получаю в два раза больше потом. Вот этот смысл, он практически везде, как я сказал про нравственность, про, скажем, употребление алкоголя, наркотиков, хочется, это доступно, но может лучше воздержаться, и тогда мы будем здоровы, жить будем больше, и эта жизнь будет лучшего качества. Посмотреть этот принцип, когда мы умеем сегодня что-то делать, ради будущей жизни, будущих таких результатов, это делает нашу жизнь, жизнь качественной, счастливой. Я просто так подумала, что вообще вот эта спешка, ты уже рассказала о разных областях жизни, в которых она точно нежелательна, даже, можно сказать, вредна, но вообще мы сейчас живем в таком мире, в такой системе, в которой мы постоянно чувствуем какой-то прессинг, что кажется, что если мы не будем делать что-то быстро, не будем спешить, то у нас ничего не получится, ничего мы не решим, и вообще вот как так, если все спешит вокруг. И на самом деле очень сложно взять и остановиться, просто в своей, даже личной жизни, делать что-то не спеша, и осознать, что на самом деле вот эта спешка, как раз она и не способствует тому, чтобы решать успешно проблемы, делать какие-то дела, потому что все это можно сделать точно так же и качественнее, если мы будем делать это медленнее, задумываясь, потому что, допустим, спешим что-то сделать быстро-быстро и в чем-то ошиблись, и приходится еще раз это делать, а если мы будем это делать медленнее, задумываясь, смотря на руки, то не придется нам повторять это же самое то есть терять лишнее время но к сожалению вот это постоянный я просто подумала про себя что у меня очень часто такое бывает что мне приходится просто себе самой сказать стоп куда ты так спешишь не надо остановить и покажешь их минуты но ты в своих областях каких-то например у меня шума сумасшедший идей типа куда-то переехать но вот в решениях жизненных очень важных тогда вот надо не спешить и нужно вещи никто нас не принуждает там просто подумать несколько дней нас без эмоций чтобы эмоции ушли и подумать о том стоит иметь что-то делать переезжать и так далее то есть это даже вот переехать за границу это тоже решение кому-то проблемы то быстрые деньги я вот своей стране буду полгода работать а там два-три месяца да но там тоже есть опасность это тоже короткий путь когда ты оставляешь свою там семью жену детей вы друг друга не видите и можете может быть так что кто-то потом не имеет куда возврат вернуться сейчас вспомнил тоже мы такого помощи у века с таким познакомились очень интересный человек который несколько лет работал на свою жену там на дичей фотографии от правила все жена он дом строился и все такое но когда потом поехал оказалось что она в этом доме уже живет с кем-то другим да очень печальный случай человек несколько лет просто пахал каждый день но потому что я знаю что не все так честно работает и идут некоторые просто поразвлекаться за границу но этот как с рассказа хотя бы увидим что он с утра до вечера работал он себе там ничего не позволил его просто так жена использовала забыла про любовь обещания и нашла себе другого но это она тоже куда-то спешила да сейчас улыбаюсь на этого человека помню так было жалко потому что он верю верю и годами просто она его обманывал обманывала ну что ж ведемся к другим может положительным каким-то случаем на счет решения мы говорили да но знаешь так как сегодня поздний вечер я бы хочу еще подчеркнуть вот одну мысль что пока есть время мы должны думать о том а далеким будущем пока есть время знаешь многие об этом не думают а если жизнь после смерти ты думаешь об этом честно нет ну да просто здесь тоже самый такой принцип что можно жить сегодняшним днем ну а потом приходит такой день где нужно подумать ради чего я всю жизнь прожил а когда человеком и умирает он начинает искать бога там прощение грехов начинает думать а что там знать как это же страшно вот по моему здесь тоже можно заранее об этом подумать как не жить чтобы быть уверен что я правильно прожил жизнь этого времени как я говорю не профукал то есть можно выяснить есть люди которые сегодня что-то делают ради будущей жизни то есть они например занимаются благотворительностью благотворительностью изучают библию помогают другим изучению библии они соблюдают нормы бога потому хочу потому что они хотят чтобы быть в глазах бога праведными когда он будет судить людей но я же лично верующий человек это тоже так что вот этот это пословица что этот смысл этот принцип чтобы что-то делать сегодня ради будущего он здесь очень тоже применим да хочешь развить эту тему или оставим каждому каждому на свое размышление думаю у меня что-то сегодня прямо сейчас мозги очень медленно работают и мне кажется ну ты согласна да 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 я так подумала согласно теме просто уже просто уже поздно я думаю что наши слушатели тоже зевают когда нас слушает данный момент магнус уже там не держит прям он торопится наоборот но вот еще одно только мысль скажу зарекламировал тренинг который проводится с понедельника я каждый две недели у нас есть тренинг и кто-то уже интересовался кто-то может впервые услышать тренинг личностного роста где мы за неделю тоже работаем на свое будущее это так можно можно тоже подтянуть под эту тему где мы рассматриваем кто мы такие как потом наш внутренний потенциал применить для того чтобы достигать каких-то своих жизненных целей так что друзья если кому-то интересно попасть на тренинг пишите мне звоните я буду рад давать объяснение как там в нем поучаствовать все пока по моему все были довольны кто участвовал на этом тренинге так что сегодня мы вас благодарим за присутствие мои друзья давайте завтра мы чуть чуть раньше уже появимся у нас сегодня была ваша встреча благодарим вас за ваши комментарии за ваше участие на этом тоже тире спасибо тебе спасибо и спасибо всем за терпение желаем как всегда любви и счастья и спокойной ночи денег много и вечной жизни до встречи друзья всем счастливо